Наши ролики называются «Фильм Литвяк. Дела на проекте». Мы посвятили три ролика рассказу о том, как мы делали тизер, а теперь пришла пора рассказать о текущих новостях. Конечно, делать такие ролики интересно и полезно само по себе, но в немалой степени мы делаем их потому, что собираем деньги, в которых остро нуждаемся. Мы хотим, чтобы наши новости привлекали внимание людей, которые разделяют наши цели и готовы нам помогать. А еще эти ролики – наш отчет перед теми, кто уже стал нашими жертвователями. Я, как ни трудно догадаться, работаю не один. Со мной работает команда моих друзей, часть из которых пока по-прежнему работает бесплатно или за символические деньги. Так вот, друзья упрекают меня в том, что я мало рассказываю о проблемах. Точнее, не рассказываю о них вообще. Дескать, я вроде как вызываю к помощи, но если судить по моим рассказам, создается впечатление, что дела так хороши, что совершенно непонятно, зачем помогать. И, мол, я напрасно так делаю, потому что ввожу людей в заблуждение. Без сомнения, очень интересно наблюдать за проектом, но многие просто сидят и ждут фильма. И вовсе не потому, что не хотят помогать, а потому что проблемы наши совершенно не очевидны. Я в этом месте пожимаю плечами и, дескать, что вы предлагаете мне делать? Рассказывать, как у нас все плохо? Но это, увы, не так, у нас все совсем неплохо. То есть, возражают мне друзья, ты хочешь сказать, что у нас нет проблем? Да нет же, проблем полно, но это же всего-навсего задачи, мы их непременно решим, в этом и весь смысл. Иначе мы бы не брались за дело. У нас есть цели, чтобы ее достичь, нужно решить, да, миллион задач. Но мы же знали об этом, когда ставили цель. Нас никто не заставлял, мы сами ее поставили и сами решили, что будем жить таким способом. Окей, возражают мне друзья, никто не сомневается в том, что мы решим миллион задач. Но если нас не поддержит армия единомышленников, решать будет просто нечего. Как насчет денег? Или это тоже не является проблемой? Ну, это да, является. Ну так расскажи об этом людям. Рассказываю. Наш план таков. Общий бюджет 400 миллионов рублей. Для того, чтобы такой бюджет окупился, картина должна собрать в прокате около миллиарда. Такие сборы уже бывают, но еще по-прежнему редко, и строить на них расчеты неправильно. Реальная цифра, которую можно рассматривать как план — 500 миллионов рублей кассовых сборов. Половина этих денег останется в кинотеатрах, а из оставшейся половины нужно вычесть процент прокатчика и налоги. Таким образом, с проката нам вернутся около 200 миллионов рублей. Вот это та цифра, которую в принципе, в теории, мы можем взять в долг, пообещав вернуть. Но нам нужно еще 200 миллионов. В теории же, в районе 50 миллионов нам может дать государство. К сожалению, пока по-прежнему в теории, потому что пока не дало. Но даже если это случится, нам нужно еще 150 миллионов. Вот это те деньги, которыми кто-то должен рискнуть. Эти деньги нам нужно собрать. И за два года это вполне реально, если, конечно, делать это вместе. Эта сумма пугает только издалека. Но в реальности это всего лишь препятствие, в котором нет совершенно ничего несокрушимого. Это просто задача, которую можно решить, если взяться решать. Давайте сделаем это. Теперь о новостях, текущих и будущих. Для того, чтобы мы могли выйти на съемки летом этого года, нам необходимо подготовиться. Это целый набор комплексных задач, по каждой из которых мы потом обязательно сделаем большие подробные выпуски. Что же из себя включает подготовка? Первое. Поиск локаций. Это экспедиция с целью поиска мест, в которых мы будем снимать. Касается это в основном экстерьеров. Нам нужны поля, которые будут выглядеть как аэродромы. Военные аэродромы времен Великой Отечественной войны. В рельефах и растительности юга России и востока Украины. Впрочем, интерьеры нам нужны тоже. И хотя их, конечно, можно построить, но если удается найти живой и настоящий интерьер, это всегда лучше, чем воссоздавать его с нуля. Второе. Кастинг. Если по-русски поиск актеров. В фильме несколько главных персонажей. Но общее число ролей, для которых нужны актеры, 60. Для каждого нужно подобрать типаж. Потом под этот типаж найти исполнителя. Для этого нужно связаться с сотнями актеров, а потом организовать множество сессий, фото и видеопроб. И только потом прийти к результату. Нетрудно представить, сколько на это потребуется времени. Третье. Костюмы. Для каждого персонажа нужен свой костюм. Костюмы нужно придумать, продумать, а затем собрать. Значительную часть, скорее всего, придется изготовить. Например, зимние летные комбинезоны, которые нам пока не удалось найти. Кстати, шить костюмы можно будет не раньше, чем закончится кастинг основных персонажей, потому что шить их нужно будет под конкретный размер. Четвертое. Декорации. Экстерьеры аэродромов потребуют создания технических и жилых построек. Кроме того, нам нужно будет построить интерьеры. Но самое сложное и долгое — создание моделей самолетов, как масштабных, так и полноразмерных. Пятое. Реквизит. Это самостоятельная задача, но она пересекается с созданием костюмов и строительством декораций, потому что какая-то часть реквизита может относиться к костюмам, например, парашюты, а какая-то — к декорациям, например, наполнению интерьеров. Реквизиторам предстоит определить каждый предмет для каждого кадра фильма, а затем найти их или изготовить. Шестое. Тесты. Есть множество кадров, которые мы придумали или ещё придумаем, и которые можно снять совершенно разными способами. Аварийная посадка самолёта на брюхо, дыра попадания различных пулей снарядов в различные материалы — металл, перкаль или фанеру, горение и падение аэростата, деформация самолёта в воздухе и многое другое. Прежде чем такое снимать, нужно протестировать различные способы, а затем прийти к выводу, какой подход использовать. Но для того, чтобы понять, что же конкретно мы хотим увидеть в кадре, предстоит пройти этап очень важной и очень кропотливой работы. Это этап раскадровки. Это, собственно, то, чем мы сейчас занимаемся. Вот об этом я сейчас расскажу подробнее. Весь фильм состоит из отдельных кусочков различной продолжительности — от нескольких минут до долей секунд. В кино такие кусочки называются кадрами. В среднем в фильме от 500 до 1500 таких кадров. И каждый кадр предстоит нарисовать, для того чтобы все члены съёмочной группы имели одинаковое представление о том, как кадр будет выстроен, что будет на переднем плане, что на заднем, какая будет крупность, как будет двигаться актёр или объект в кадре и как будет двигаться камера. Раскадровки можно делать по-разному. Можно совсем схематично, а можно прорисовать в деталях. Лично я считаю, что чем лучше прорисован кадр, тем лучше для дела. В мировом кинематографе некоторые раскадровки выглядят настолько впечатляюще, что, по-моему, являются отдельными произведениями искусства. Вот, например, потрясающая раскадровка Джона Уоткеса к фильму «Небесный капитан» и «Мир будущего». А вот невероятно стильная раскадровка Дэна Миллигана к «Беовульфу». Конечно, самая замечательная раскадровка не является залогом качества фильма, но как инструмент она очень важна. И с моей точки зрения, должна показывать не только мизансцену и расположение камеры, но также и свет в кадре, и движение, и пластику, и позу персонажа, и вообще общее настроение кадра. Но еще более важным инструментом является аниматик. Я уже употреблял этот термин в прошлом выпуске, когда рассказывал о том, как мы делали тизер. Раскадровка дает представление о композиции кадра, а аниматик уже помогает увидеть кадры в динамике. Самый простой аниматик – смонтированные кадры раскадровки. От такой монтаж можно подложить диалоги, звуки и музыку, и посмотреть на хронометраж отдельных кадров и хронометраж сцены в целом. На «Панфиловцах» мы с Кимом делали что-то подобное еще задолго до того, как у нас появились первые средства. Но для такого фильма, как наш, нужен совершенно другой инструмент. Вернее, не для всего фильма, а для той его части, которая рассказывает о воздушных боях. Даже если показывать воздушный бой с большой степенью условности – не наш подход. Все равно стоит иметь представление о том, как это выглядит в реальных масштабах и скоростях. А с нашим щепетильным подходом это просто необходимо. В сценарии есть описание множества воздушных сцен. Для того, чтобы перевести их на экран, их необходимо разыграть. К счастью, сейчас для этого есть масса способов, которые дают возможность использования трехмерной графики. Первые аниматики мы делали в обычном 3D-пакете, но затем нам предложила помощь питерская команда разработчиков, которая создает программу, заточенную специально для создания аниматиков, используя реал-тайм-движок Unity. Эта программа позволяет быстро создавать сцену, работая в шлеме виртуальной реальности. Она называется «Твори», и ее возможности показались нам очень интересными. С ее помощью мы создаем траекторию движения самолетов, находясь непосредственно внутри пространства сцены. Построив анимации всех самолетов, мы можем поставить любое количество камер со всеми необходимыми техническими характеристиками съемки, вплоть до съемки с рук. Мы можем увидеть бой с разных точек, включая кабину пилота, а затем решить, какие ракурсы наиболее выгодны. Программа позволяет работать очень быстро, но это все равно очень объемная работа. Однако, когда она будет сделана, это позволит нам смонтировать все сложные сцены и организовывать съемки, уже подготовил монтаж. И это позволит сэкономить нам огромное количество времени и сил. И напоследок я хочу сказать вот что. Конечно, такая мелочь, как дефицит денег, нас не остановит, но замедлит. Мы не встанем и не откажемся от наших планов, даже если денег не будет совсем. Но нам будет трудно. И намеченный путь потребует гораздо большего времени. А надо спешить. Впереди еще очень много дел, которые нам вместе нужно сделать. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok